Распродажи набираем, хлоп-хлоп, покупаем. Супер распродажа на Озон с 13 по 20 февраля. Комплект постельного белья Озон за 1999 рублей. Ноутбук Honor за 38 999 рублей. Ой, какие здесь кресла удобные. Такое ощущение, что тебя мама прям руками и ногами обняла. Ты что, первый раз в самолете, что ли? Ну да. А, я забываю, ты же два месяца назад вообще по-другому выглядела. Кстати, спасибо тебе вот за... А, да не за что. И вот за это тоже? Ну да, не за что. И большое тебе огромное человеческое спасибо вот за... А, нет, ну там надо было, так не должно быть. Так и не знаю, что это было вообще. Мешочек, купи мне, пожалуйста, вай-фай. Яна, ты не замечала, что у тебя после слова «мешочек» всегда слово «купить» идет? Нет. Мешочек, ну купи... Ну? Ну мне правда очень нужен вай-фай. Я должна написать своему парню, что у меня все хорошо. Тебя есть парень? Да. Так, Ян, тогда не все хорошо получается. Ты сейчас с чужим мужиком на месяц в Дубае летишь. Как хорошо-то? Ну так мы же по работе летим. Ты же сам сказал «в командировку». Я не говорил «в командировку». Я говорил «в командировочку». Я когда этот уменьшительно-ласкательный суффикс заставлял, мы у меня в голове оба без трусов стояли. Мешочек? Ты че? Так, с этого дня, после того, что я узнал, никакой я тебе не мешочек. Мешочек Сергеевич теперь. То есть мы что, не по работе летим? Да по какой работе, Ян? У меня завод по производству теплообогревателей. Мне в Дубае что делать? Выйти из самолета и сказать «ой, бля, а тут не надо никому, оказывается». А как я должна была понять, что ты рассчитываешь не только на рабочие отношения? Ну давай подумаем. Может быть, потому что я тебя на работу в Тиндере взял? Мешочек Сергеевич, я вам сразу скажу, что между нами ничего быть не может. Сразу? Это по-твоему сразу, Ян? Сразу? Это до того, как я 12 миллионов к пластическому хирургу отнес? Ты же уже даже не метр шестьдесят. Я тебя на 15 сантиметров вверх сделал. У тебя раньше между зубов щель была, можно было пачку кэмэла вставить. Причем, что так, что так. Я тебя всю полностью переделывал. Ты самое дорогое лего в мире, Яна. Да блин, вы задолбали, честное слово, а! Ну, извините, пожалуйста, но вы так орете, что вы Пёрл Харбор мне в наушниках перекричали. Я прошу прощения, что я стала невольным свидетелем вашего разговора, но это, ну, ни в какие рамки не летит. Яночка, красавец. Я бы такого отношения не потерпела. Я бы на месте Михаила как ляснула бы вот так в пахаре жопу. Прическа на два сантиметра подлетела. Ты чё такая неблагодарная-то, а? Послушай, это мать родная тебе говорит. Которую мы, кстати, зачем-то тоже с собой в Дубае взяли. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, чтобы побывать в Дубае, была её мечта. А месяц назад её мечта была, чтобы первый канал не рябил. Как быстро растут чужие мечты, Яна. Мама, ты почему его сторону принимаешь, а не мою? Дочь, ты чё такая недальновидная-то, а? Ты сейчас его бортанёшь. Он уйдёт, бросит тебя. И всё. Все скажут, что космынины неблагодарные. И всё. Во, фигура из пяти пальцев в наше безбедное будущее. И будем сидеть в щелку Инстаграма за богатыми подглядывать, как они там мясо ножом режут, рыбу ножом. У них разные ножи для мяса и для рыбы. Ты понимаешь? У них там ананас, Нетфликс. С чего там я ещё охренела? Да куча всего. Клин, мама, тогда надо мириться. Давай, иди. Я мириться чё ли буду? Мамочка. Вот ты, Яночка, конечно. Ладно. Сейчас. Мешочек Сергеевич! Мешочек Сергеевич! Мешочек Сергеевич, идите сюда! Да подождите! Чё вы там? Ого! Богато живёте! Богато ходите! Что такое? Мешочек Сергеевич! Ну, вот такое вот, ну, псих, недоразумение. В качестве извинения... Сейчас, обалдеете, сейчас! Ха-ха! А? В качестве извинения примите от всей души. Я должен обалдеть свискаря, который сам в Дьюти Фри купил? Ну, я бы себе не купила такое. Оно 80-э стоит. 80-э? А знаете, сколько наша поездка в Дубае мне обошлась? Там... Э! 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 Куда столько денег? Ну, да, да, конечно. Ну, очень-очень. Я прошу прощения, я просто случайно полностью подслушала весь ваш разговор. Помните, я в начале полета сказала, что курица закончилась? Я могу это как-то... Отработать. Подождите, вы сейчас ко мне подкатываете? Ты что, к нему подкатываешь? А что? Он сейчас, мужчина, свободный. У меня и запросы поменьше. Мне бы только виниры. Я просто связалась с одной сомнительной клиникой, и они мне зубы сняли, а сами сейчас трубки не берут. Я сейчас с вами в двух боксерских капах разговариваю. Так, девушка, спасибо за предложение, но нет, извините. Уважаемые дамы и господа, вас приветствует командир нашего воздушного судна. Это я. Ну, тот таинственный голос... Да я понял, понял. Значит так. Мишоч Сергеевич, здравствуйте. Я пилот нашего воздушного судна. Никита Александрович, котенок. Я сразу предупреждаю, я с этой фамилией 32 года живу, поэтому нового прикола с фамилией вы не придумаете. Так вот, по поводу вашего отказа Екатерине. Я вас поддерживаю. Да. Я бы и сам в голодный год за таз пельменей на нее бы не запрыгнул. Уважаемые пассажиры, за бортом минус 45 градусов, а в душе? Плюс 50. Да отстаньте все от моего мужика! Да отстаньте от моего зятя! В смысле ее мужика? У него парень есть, я слышала полностью, подслушивала. Да нет у меня никакого парня, я его выдумала. Я просто хотела посмотреть, будешь ли ты, Мишочек, за меня сражаться. С кем? С беззубой бабой и с кошаком? Крутяк. Крутяк. Меня за 32 года никто так не уделывал. Красава. Все у нас будет хорошо. Если хочешь, мы можем прям с аэропорта минивэн заказать. Я поеду впереди. Понятно, мама. Я не хочу никаких минивэнов. Автобус хочу. Чтобы прям по салону за тобой бегать. Уважаемые пассажиры, за бортом полное разочарование, а в душе турбулентность. Даже не знаю, как я в таком настроении буду самолет сажать. Уважаемые пассажиры, не знаю, не знаю. Я... Мешочек, а давай это стюардессе все-таки поставим виниры. А что такая добрая? Так хочется ей все зубы выбить за то, что она к тебе приставала. А может, по 50? Давай тогда и этому кошаку ошейник от блог купим. Слабо. Слабо. Ну что ж, уважаемые пассажиры, и на этой конченой, отвратительной фу-фу-шутке мы начинаем снижение. Ты не русский, что ли? Русский. А я американец. В новом сезоне. Это словно наши. Одни загадки. Во всем защита нафига. Батю эксгумирую. Узнаю, насколько он мне батя. Саня Кучин докопается таки до истины. Ну здравствуй, папа. И до любого спасает, убьет. Кто встанет у него на пути? Кучинок на планете 12 тысяч человек ровно. Да. И все они в этой папке. Готов купить. Цена вопроса. 3000. А вам зачем? Да есть вероятность, что я американец. Тогда в долларах. Патриот. Новый сезон. С 13 февраля в 8 вечера. Найду слово сына. На ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok